Здравствуйте! В эфире Вести при Волжии. Мы встречаем новое утро вместе с жителями Нижегородского региона в студии Елены Лядова. Этот день проведем в праздничном весеннем настроении. Женщин сегодня поздравляют практически во всех офисах, на всех предприятиях. В эту пятницу в Нижнем Новгороде будут проходить и торжественные мероприятия, посвященные 8 марта. Многодетных мам со всего региона в Кремле поздравят губернатор области. Общий городской праздник состоится сегодня в Театре комедии. В собрании примут участие 450 нижегородок. Ну а в нашем эфире прямо сейчас поздравление заслуженного мастера спорта по фигурному катанию Илья Авербуха. В день открытия паралимпийских игр в Сочи моя коллега Юлия Кузнецова обсудила с ним также и итоги 22-х зимних олимпийских игр. Илья, доброе утро! Доброе утро! На домашней олимпиаде наши фигуристы показали высший класс. А как вы сами оцениваете выступление? Вы абсолютно правы, действительно показали высший класс. И самое главное, что эта команда очень молодая, которая будет и дальше радовать нас своими результатами. И у нас все шансы есть такой же высокий результат, а может быть еще выше показать уже в Южной Корее. Когда можно привозить ребенка на фигурное катание? Уже в 4 годика вы можете брать за ручку своего любимца и ведите его на лед для того, чтобы он делал первые шаги по льду. Какие вот сегодня возможности есть у фигуристов, у спортсменов продолжать заниматься своим любимым делом? На моем примере можно видеть, что можно стать и как хореографом, как режиссером и, конечно, создать свое ледовое шоу. Состав у нас очень звездный, чемпионский. И как раз вот те чемпионы, которые были, как в свое время, блистали, олимпийские чемпионы, они сейчас приезжают для того, чтобы радовать зрителей и радовать самих себя своей необходимостью зрителей, слышать аплодисменты зрителей. Это очень важно. А какие у вас дальнейшие планы, мечты, какие вы задачи сейчас ставите перед собой? Главная моя мечта это создание стационарного на месте одного большого ледового театра, большой ледовой программы, программы, в которой было бы все и цирковое представление, и воздушная акробатика, и возможно даже синхронное плавание. То есть я хочу создать шоу, которым бы гордилась Россия. В преддверии 8 марта что пожелаете нашим зрительницам? Больше улыбок, замечательный весенний праздник, света, тепла, любви. Спасибо вам большое, Илья, за встречу. Спасибо. Ну и если настроение у вас все еще не праздничное, то следующее поздравление это исправит слова любви от самых маленьких наших защитников. Я желаю, чтобы все мамы были счастливые. Пусть все будут любимыми. Хочу, чтобы всегда вы были красивыми. Пусть у всех будет много детей. Пусть вас любят мужчины. Мы вас любим.